Совсем недалеко от Киева есть такие вот красивые места. Все время я думал, что Коростышевский карьер и Коростышевский каньон это одно и то же место. Однако совсем недавно я узнал, что это не так. Сейчас я вам покажу, что это за места. В 100 километрах от Киева на въезд в город Коростышев встречают такой вот указатель. Буквально в пяти минутах ходьбы от дороги здесь располагается объект под названием Коростышевский каньон, который также называют карьером, но об этом немного позже. В советские времена здесь находился один из центров по добыче лабрадорита, габро и серого гранита. После распада Союза добыча была прекращена и карьер был затоплен. Сейчас же это одна из самых популярных туристических достопримечательностей в этой местности. Здесь довольно много отдыхающих. Я бы даже сказал, иногда здесь даже яблоку негде упасть. Но если приезжать ранним утром и не в сезон, будет большая вероятность не увидеть здесь толк туристов. Многие облюбовали эту местность также из-за того, что здесь можно разбить свой лагерь, приехав на автомобиле. Какой-то особой инфраструктуры здесь нет. Однако подготовившись, люди приезжают сюда отдохнуть, оставаясь здесь от нескольких часов до нескольких дней. Летом с купанием, а в холодную пору просто на пикник с красивым видом перед собой. Но опять же, будьте готовы к тому, что таких же туристов, как и вы, на месте будет довольно много. Кроме непосредственно отдыха, здесь можно сделать оригинальные фото, покупаться в озере, позаниматься скалолазанием. Вход и въезд на территорию свободны, поэтому о дополнительных тратах беспокоиться не стоит. Есть здесь и своеобразный пирс. Место окружено густым сосновым лесом. И благодаря своей живописности, его выбрали в качестве съемочной площадки для нескольких фильмов, сериалов и шоу. Как, например, Нюхач, Сторожевая застава, Ведьма, Холостяк и многие другие. Кроме этого, отмечу также и то, что здесь хоть и красиво, но в то же время и опасно. Гуляя по округе, будьте осторожны. Смотрите под ноги, так как местность усеяна неровными камнями и выпирающими корнями. А также не заходите на края обрывов. Понятное дело, что интерес может перебороть здравый смысл. Но лучше сто раз подумайте о возможных последствиях, чем потом жалеть о том, чего можно было избежать. Буквально в 20 минутах ходьбы на северо-запад от каньона находится место, которое на карте обозначается как Корстышевский карьер. Хотя и предыдущее место тоже является карьером. Но не суть. Этот карьер намного больше по размерам. Не так уютен, как предыдущий, однако не менее красив. Дорога сюда ведет через какое-то полузаброшенное предприятие. Вероятнее всего, здесь находится территория какого-то завода, связанного с уже упоминаемой добычей гранита. А Коростышев на секундочку славится своими гранитными плитами и прочими изделиями из камня. И в этом месте также в свое время проводились работы по добыче. Конечно же, туристов здесь привлекают больше всего искусственное озеро и скалистые обрывы, с которых и вид открывается потрясающий, и фото сделать здесь можно очень оригинальные. В настоящий момент карьер затоплен и представляет собой красивое искусственное озеро. Как и в каньоне, здесь множество отдыхающих, которые в сезон заполоняют и места у воды, и места в окружающем карьер лесу. Так как по площади озера здесь больше, чем в каньоне, сюда чаще приезжают с надувными матрасами и тому подобным инвентарем для отдыха. Стоит также отметить, что вода здесь довольно-таки чистая, и иногда даже может казаться, что вы находитесь в каком-нибудь швейцарском кантоне. Но, конечно же, с одной большой оговоркой – наши люди не умеют убирать за собой. И поэтому, что в карьере, что в каньоне, довольно много мусора, оставленного отдыхающими. Добраться из Киева сюда можно как своим ходом – это самый удобный вариант, так и на общественном транспорте. Но если путешествуете не на собственном авто, сразу хочу предупредить, что добраться до Коростышева, по сути, проблем не составит. А вот уехать обратно в Киев уже будет задачкой не из легких, так как автобусы, идущие на Киев из других городов, как, например, Житомир, уже приезжают сюда заполненными. Поэтому нужно либо заранее позаботиться о билете на такой автобус, либо же выехать из города с помощью балаблокара или автостопа. Но, как бы то ни было, Коростышевские карьеры – отличное место для отдыха недалеко от цивилизации. Поэтому смело могу рекомендовать их как для однодневного путешествия, так и для долгосрочного отдыха. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!